ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 удовольствие перед вашей организацией еще с тремя общаться. Вот и вся разница в жизни. Знаете, мне очень веселит общение с вами. В Ютьюбе выкладываю деньги, на этом зарабатываю, представляете? Клиенты ко мне идут, которые в Ютьюбе. Это очень замечательно, Дмитрий Евгеньевич. Если у вас такой хороший бизнес, если он у вас так хорошо продвигается, расцветает. Вашими молитвами. Выращиваете ваш долг. Не хочу. Не согласен с условиями договора, которые банк со мной заключил. Дмитрий Евгеньевич, ну, к сожалению, вот об этом вам необходимо подумать тогда, когда вы данный договор подписывали, да? А не сейчас. Да, с чего вы взяли? Дмитрий Евгеньевич, а не тогда, когда... Ну, то есть банк заведомо меня нагрел, обманул, да? Его изучили и потом... А что ж в банке нет юристов, да? Они что подсовывают людям? А что ж вы не расторгли с банком сразу договора? А зачем мне это делать? Да нет, я их не потратил. Они до сих пор лежат. Они до сих пор лежат нетронутые денежные средства в сейфе. Это же очень хорошо, что они вас до сих пор... Ну, там насчитали бешеную сумму. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А зачем? А зачем? Такая сумма уже набежала. Как я? Отдам то, что у меня есть и в итоге еще должен останусь. Что бы у вас не было судимости? У меня ее не будет. Что за судимость? Какой вы судимый? Какой молодой? Вы как учительница со мной. А вы вообще понимаете, что такое судимость? Разговора вы сейчас уже неоднократно в одностороннем порядке отказались от оплаты. Нарушили... Да я еще это в общий доступ в Ютьюбе выложу. Дмитрий Евгеньевич, это рано. Вы нарушили 310 статью. Во-вторых, вы также под запись разговора мне сказали, что вы умышленно уклоняетесь от подтверждения вашей должности. Потому что... Вы считаете, после ваших слов, когда данная запись нашего с вами разговора будет предоставлена в суде банком, да? Какое будет принято решение по отношению к вам в суде? Во-первых, ничего в суде не будет представлено. Вы умышленно уклоняетесь от оплаты вашего блока. Потому что, повторяю в очередной раз, не согласен с условиями договора. И выполнять условия договора я не намерен. Любой договор, не обязательно кредитный, может быть расторгнут гражданином в любом периоде времени действия этого договора. Если он не соответствует действующему договору... Я смотрю, что вы до сих пор его расторгаете. А я не хочу этого делать. Я сторона не финансово заинтересована. Это банк финансово заинтересован. Я со своей стороны готов спорить. Банку, если не нравится, пускай расторгает в суде этот договор. Я никаких действий в сторону расторжения договора предпринимать не намерен. Банк имеет полное право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Никто не имеет права без решения суда расторгнуть договор в одностороннем порядке. Что там написано? Да, но там надо поглубже читать, что это право он может реализовать только по решению суда. А так мне на его право наплевать, потому что если он мне об этом сообщит, то я могу точно так же поспорить с этим. Дмитрий Евгеньевич, вы не переживайте, пожалуйста, вас обязательно об этом отвечают. Да что вы врете-то, а? Никто не уведомляет. Уже ничего, никто мне давно... Да я бы не сказала, что вас сейчас должны будут уведомить. Я вам говорю, что уведомят. Ну, уведомят, как уведомить, так и будем разговаривать. Передайте там, что я готов. А сейчас ваших слов... Да, вы фиксируете отказ об оплате. Молодец. Отказ от оплаты, потому что вы умышленно уклоняете... Умышленно! Умышленно! Умышленно не хочу выполнять условия договора, которые не соответствуют действующему законодательству. Да, договор не соответствует... И вы не внесли ни одного платежа. Что вы сочиняете, а? А ну-ка, где вы такую информацию взяли, что я ни одного платежа не внес? Скажите мне, откуда у вас такая информация? Да, не вижу информации. У вас кредит оформляется 17 декабря 2014 года, и уже образовался долг у вас 19 января 2015. Ну вот я вам и заверяю вас, я вас и заверяю, да, что у вас информация не соответствует... Тогда я тоже не буду никаких действий осуществлять в сторону решения на этой конфликтной ситуации. Это к вашему сожалению, но к моей радости. Живу спокойно, никому ничего не плачу, трачу деньги на свою семью и не испытываю никаких угрызений совести. Я не отвечаю, Дмитрий Евгеньевич. Спасибо за поздравление. Да, пожалуйста, времени, не переживайте. Оплаты, значит, будете производить... Мы уж поспорим с вами. ...через службу судебных приставов исполнителей. Мне не нужно с вами спорить, Дмитрий Евгеньевич. Потому что вы не можете мотивировать свои доводы, госпожа как-то. Кто вам это сказал, Дмитрий Евгеньевич? Ну а чего вы отказываетесь со мной поспорить? А зачем? Вы спорить будете со своими друзьями. Да вот вы всегда-то говорите с родственниками, сейчас у меня к зеркалу поставите, скажут. Да. А зачем? Вы сами себя слышите, зачем? Неужели вы, госпожа, не понимаете, что все, что вы сейчас говорите, это... Мария Александровна. Мария Александровна. Мария Александровна. Вы можете меня перебирать и пытаться говорить монологом. Это же вы делаете, это же ваша фишка. Поэтому будьте добры, видите, корректный диалог. То же самое, как... Да какой же диалог? Если вы не даете рот открыть и слышите только себя. Вы меня перебиваете. Перебиваете... Ну что ж ты мне нового скажешь? Всю информацию я у вас уточнила, я ее зафиксировала... Какая молодежь? Попыталась меня напугать. Давайте, только врать, зачем? Зачем врать? Ничего ж вы никуда не передаете. Вам отправлять инфекционную комиссию... Вот это страшнее всего. ...трог работы у нас, Дмитрий Евгеньевич. Вы не переживайте, пожалуйста. Вам обязательно будет передавать исковое заявление на ваш... Ну хорошо, так я буду рад. Да. В принудительном порядке. В каком еще принудительном порядке? Доблести, да. Неверно, подруженька. Неверно. Ух, неверно. Ух, неверно. Эх, не скажу. Вранье. Да, у тебя, помните, вся информация неверная. Вот неверная вся информация. Начиная от номера телефона и заканчивая моей фамилией, именем, отчеством. Вот ничего неверного тебе, да? От оплаты, Иван. Да, а что ж ты еще можешь сказать? И тебе до свидания. Хорошего дня. Перешли. И тебе не кашлять. Давай, вди...